На заседании правительства Свердловской области одобрены изменения в прогноз социально-экономического развития Свердловской области на 2020-2022 годы. Изменения обусловлены тем, что с марта 2020 года социально-экономическое развитие региона определялось эпидемиологической ситуацией и введением карантинных ограничений в виде прекращения или приостановки работы значительной части предприятий и организаций. В частности, изменения коснулись прогнозных показателей 2020 года. «Скорректированный прогноз социально-экономического развития должен быть учтен при формировании проекта областного бюджета на 2021 год. При этом обращаю внимание, что областной бюджет должен обеспечивать необходимую финансовую базу для решения всех задач по достижению национальных целей развития, обозначенных президентом России. Это наш неизменный приоритет». Представленный Министерством экономики вариант прогноза является дополнительным и станет базой для прогноза социально-экономического развития Свердловской области на период 2021-2023 годов. Согласно прогнозу, восстановление экономики региона и выход на траекторию устойчивого роста ожидается уже в 2022 году, отметила исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития. В Свердловской области Татьяна Гладкова меры экономической поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, позволили сдержать негативные последствия ограничений в большинстве отраслей экономики Свердловской области. Показатели первого полугодия 2020 года зафиксировали рост индекса промышленного производства на 4-5%. Однако также зафиксировано падение оборотов розничной торговли на эти же 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика также говорит о том, что пока удается сохранить уровень среднемесячной заработной платы одного работника по полному кругу организаций, работающих на территории региона. Учитывая сложившиеся условия и тенденции первого полугодия, областное министерство экономики отразило изменения в прогнозе. По итогам 2020 года индекс промышленного производства оценивается на уровне 97,5% к уровню 2019 года. Оборот розничной торговли – 94%. В целом, валовый региональный продукт в 2020 году по оценке составит 95,4% к уровню 2019 года. Вместе с тем, в изменившихся условиях прогнозируется положительная динамика в отдельных отраслях. Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличится на 11,4% к уровню 2019 года. Следующим этапом будет формирование прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2021-2023 годов с проработкой прогнозных оценок восстановительного развития основных отраслей экономики. По какому же сценарию будет развиваться в социально-экономическом плане Артемовский городской округ должны решить выборы главы ОГО. 15 октября кандидаты на пост руководителя городского округа представят членам комиссии свои программы по развитию муниципалитета.